Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но почему именно сейчас? Почему новый альбом — это явный намек на музыку прошлого? На тот исторический период Семь песен на новом альбоме — своего рода дань уважения тому, кем меня считают Своего рода иконой Остальные семь получились более проникновенными Моя новая пластинка — это рассказ о том, как я снова собираю себя воедино После того, как избавился от всех своих эмоций Я частенько размышлял о своем детстве, вспоминал ту музыку, на которой я вырос И все это вдохновляло меня во время создания этой пластинки Окей Сейчас ты живешь в Лос-Анджелесе, и на твоей пластинке встречаются небольшие проблески богемного образа жизни Возможно, особого менталитета, который ты, по сути, почти высмеиваешь Все говорит о том, что тебе комфортно жить в выбранном тобой городе Как-то одно с другим не состыковывается Моя жизнь всегда была полна парадоксов В свое время я основал группу во Флориде, в очень солнечном штате И вот такое место, полное радости восприятия жизни, мотивировало нас играть грубую музыку А сейчас я выбрал Лос-Анджелес, город, в котором я то чувствую себя комфортно, то не чувствую Вот такой, своего рода, причудливый парадокс Однако можно подумать, что ты этим наслаждаешься Искренне наслаждаешься образом жизни и одновременно высмеиваешь его Только насмешка помогает наслаждению Поэтому многим слушателям близко подобное восприятие, или они это ненавидят Но автор-сочинитель не может о чем-то писать, если не живет этим Нельзя держаться в стороне и заявлять, что это неправильно Автор просто обязан прочувствовать все на себе и рассказать о пережитом Хорошо по теме актерской карьеры Я прочитал, что скоро ты будешь сниматься в одном фильме с актрисой Роуз МакГоуэн В одном из эпизодов, строго в сцене секса, только в этом я реально хорош А еще ты снялся в фильме режиссера Дэвида Линча Да, в похожем амплуа В своем амплуа, наверное, к лучшему По твоим словам, тебе всегда хотелось изменить популярные тенденции Для тебя это всегда было важной целью Как думаешь, тебе это удалось или почти удалось? Пожалуй, что удалось Можно сказать, что в данный момент я веду борьбу за популяризацию рок-н-ролла в целом Помогая в этом деле другим группам Все потому, что рэп-музыка настолько популярна и сильна в Америке, что настоящие рок-звезды выродились И все эти годы я продолжал сражаться Окей И эта песня называется The Dope Show, нарко-шоу У нас имеется версия, снятая для MTV В которой слово педик запикано, а голос стерт Однако же в самом видео есть сценка целующихся полицейских Насколько мне известно, в клипе Джорджа Майкла также есть два целующихся полицейских И этот ролик пришлось запретить Не знаю, для меня это глупо Я не считаю мерзительным произносить слово жопник в том контексте, в котором я его использовал Для меня всегда существуют двойные стандарты Всегда есть непонятные правила, особенно в моем случае Потому что общественность постоянно интересуется, на что я намекаю Мою жизнь и творчество постоянно изучают И когда я произношу слово гоми, тут же автоматически следует запрет Как ты думаешь, откуда взялась эта мода на целующихся полицейских? Уже два клипа за последние два или три месяца С чего это вдруг? Но я думаю, что полицейские со своими резиновыми демокротизаторами По своей сути, это такие гей-иконы Угрожающие другим людям Я побывал в тюрьме, меня обыскивали И полицейские прикасались ко мне в определенных местах Поэтому сейчас я стараюсь вернуть общество то, что они мне дают Я полагаю, в процессе твоего личного досмотра? Да, конечно На твоем новом альбоме есть море намеков на наркотики Раз уж ты признаешься, что частенько баловался или экспериментировал с наркотой На что ты намекаешь в своей песне «Я не люблю наркотики, но наркотики любят меня»? Весь альбом я говорю о недостижимой сущности под названием Кома Уайт Под которой иногда скрывается как наркотик, так и человек, или же фанаты, или я сам И я стараюсь сказать на альбоме, что наркотики выходят за рамки очевидного И что они существуют только в людском сознании Как потребность подавлять свои чувства Когда я начал трезво смотреть на происходящее и говорить о своих чувствах на пластинке Я начал воспринимать остальной мир как нечто очень механическое А наркотики как метафора Точно так же люди подавляют свою природную человечность и религией, телевидением или чем угодно на ваш выбор В клипе на эту песню также целуются полицейские? Нет никаких целующихся полицейских До выхода нового альбома или после написания биографии Ты говорил о том, что впервые в жизни или впервые за многие годы начал сопереживать другим людям Мой вопрос такой, для того, чтобы сопереживать, нужно понимать чужой менталитет Откуда оно берется и каким оно было, это самое сопереживание Мне интересно, сожалел ли ты о каких-то своих поступках из прошлого? Нет, нет Я думаю, что вы учитесь на ошибках, и я учился на собственных ошибках Причем не только как писатель, музыкант или человек публичный Кем бы меня не хотели видеть другие? Я тот, кто записывает свои мысли о пережитом Поэтому я думаю, что чем дольше вы живете на этом свете, тем лучше понимаете, что ни о чем сожалеть просто не стоит Вполне логично По теме совершаемых ошибок Давай, Колеси, назовите ошибки, которые, по твоему мнению, ты совершил в прошлом Если не считать приглашение в группу нескольких отвратительных гитаристов, ничего существенного Ой, только не надо возмущаться Бедный присутствующий здесь в студии фанат и твоего бывшего гитариста Зим Зума Мне очень жаль Окей Была одна фанатка, которая живет здесь, в Канаде Вот зря она сделала себе татуировку, набила буквы Зим Зум на животе Я очень за нее переживаю А это не она? Вон там, посмотри Не, вроде не она Окей Они не виноваты в том, что набивают себе татуировки Они славные люди Что ты можешь сказать о чужих убеждениях? Можно сказать, что в этом году я пересмотрел свое отношение к христианству Надо сказать, что хотя я не согласен с идеей идола поклонства Иисуса Христу Я пересмотрел свое отношение Потому что для меня Иисус был первой рок-звездой Он ходил с обнаженным торсом, носил набедренную повязку У него было 12 учеников, он пил пиво, у него были наложницы Поэтому сейчас мы во многом похожи Я считаю, что продолжаю путь Христа В конце концов, Господь изобрел наркотики и рок-н-ролл Так почему же мы не можем его ценить? То, как ты говоришь об этом, о проявлении сочувствия Верующие люди обрели покой Люди, у которых есть вера Они обрели покой, и для них это осязаемое Это осязаемая вещь, и они счастливы Счастливые люди, мы о них не слышим А слышим о тех, кто не обрел покой Так вот, это злые люди, которые пытаются помешать нам наслаждаться жизнью Для меня они те, кто постоянно мечется И я считаю, что они нуждаются в чем-то большем, чем кто бы то ни было Однако с закоренелыми христианами не поспоришь Ведь обретя веру, они обрели любовь Вот если ты почитаешь Библию, найдешь там много хороших историй Множество хороших моральных принципов, с которыми все согласятся Такие вот принципы есть в каждой культуре Я считаю, что сама идея подавления людей, когда их заставляет чувствовать вину за то, что они люди Убеждают в том, что они рождены грешниками Чтобы потом они всю жизнь мучились за то, что они были самими собой Типа, это жизни, никуда от этого не деться Я считаю, что мы должны гордиться своими ошибками Гордиться тем, что мы можем злиться и можем кого-то ненавидеть Об этом не стоит переживать, все это проявление чувств Как-то раз ты сказал, что стадный менталитет — дерьмовый менталитет Это менталитет слепому следованию веры, когда нет места индивидуальности Я даже коснулся стадного менталитета рок-н-ролла Сейчас можно сказать, что песни этого альбома сделали всех нас умнее Сделали фанатов умнее, и меня самого в том числе Эта пластинка помогла всем осознать, что христианство и рок-н-ролл в чем-то очень похожи И если вы это понимаете, значит, можете распознать свое собственное лицемерие А потом можете подняться над этим Вы можете попытаться быть реальнее, чем когда-либо еще Неужели все это настолько доходчиво? Спроси об этом присутствующих Да, все прекрасно, но нас по-прежнему окружают фигуры в черном Ну что ж, теперь это и к лучшему, потому что я сменил имидж, и фанаты мне не подражают Они остаются самими собой, они делают то, что они хотят Надо понимать, что каждый из нас может быть звездой Оглянись вокруг, и ты увидишь тех, кто будет выделяться на уличном углу больше, чем кто-либо другой И это их первый шаг к тому, чтобы быть самими собой Как ты относишься к ярлыку ГОТА? В свое время мне нравилась готическая музыка, но любые стилистические рамки мне всегда были чужды Можно ли говорить о том, что твой новый альбом Определенный фрагмент этой пластинки более готичный, чем на предыдущей Если вы хотите оценивать с этой позиции Для меня любые ярлыки придумали журналисты Для меня это всего лишь рок-н-ролл, таким он всегда и был Окей Образ, представленный тобой в песне «Нарко-шоу» некоторые могли расценить как отражение твоей женственности Ты с этим согласен? Мое изображение на обложке этого альбома представляло мою уязвимость Некую неопределенную, непонятную по своим половым признакам личность Вроде как какое-то бесполое существо, но вместе с тем есть женское и мужское начало Вроде как женщина, но в то же время нечто бесполое Хорошо Завтра ты выступишь в Торонто, еще какие-то концерты в Канаде запланированы В прошлый раз у тебя в Канаде возникла какая-то проблема, только одна проблема В этот раз я даю в Канаде только один концерт И все удалось организовать без проблем? Пока что да Раньше на твоих концертах публика скандировала разные слоганы кричалки Я должен напомнить слова «Мы ненавидим любовь», «Мы любим ненавидеть» Мантру, которую ты заставлял повторять толпу в зале Ты до сих пор практикуешь и искренне веришь в эти слова? Ну, я думаю, что многие впервые услышат то, что я называю посланием ненависти Но для меня это парадокс и противоречие Для меня это очень красивое заявление, и если разобраться по своей сути, оно очень иронично Ирония, поощряющая ненависть Я не считаю, что эти слова поощряют ненависть Если разобраться и разложить этот слоган на составляющие, эти слова ни к чему не подталкивают Они взяты мной из песни, не меняемый гимн ненависти И данная кричалка своего рода насмешка над представлением обывателей обо мне и о моих поклонниках Окей, спасибо, что пришел, благодарю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!